Скажи, пожалуйста, есть ли какая-либо у тебя такая психологическая уловка на тот момент необходимости, внезапности знакомства, когда тебе нужно себя замотивировать, к примеру, на это дело, ну в любом случае внутренне это нужно сделать, но нет времени, когда сейчас на это, вот ты едешь, к примеру, мимо остановки на автомобиле, стоит там девушка, ну как бы понравилась тебе девушка, в принципе, много девушки нравится, вроде куда-то как бы едешь, какие-то там, возможно, у тебя там ввела, время сколько у тебя, да, выделено это дело, ну как бы это все это хуйня, по сути, девушка понравилась, нужно остановиться же, правильно? Ну? Есть какая-то психологическая уловка касательно, что сразу ты победил вот эту свою... То есть я правильно понял, что ты едешь, тебе нравится девка, ты понимаешь, что она нравится, но я сейчас придумываю, что мне действительно куда-то надо и нет лишних двух минут, и что должна быть какая-то волшебная кнопка или у Шамшурина заклинание, ладно, и типа хуйняк такой, не, мне уже не надо никуда, короче. Привет, ты говорил насчет просто подхода, подхода и общения на отъебись, да, что ты подходишь к девушке тупо, чтобы телефон у нее взять, телефон как бы не нужен, да, а если ты представляешь, что это твой работодатель, да, что он тебе зарплату за три недели задолжал, но это не фишка, это я клиентам говорю, чтобы хоть как-то настроить, чтобы понять, что, чтобы дать им понять, что их отмазки абсурдны, потому, ну, то есть он, когда начинает понимать, что он сам себя обманывает сейчас, ему проще, он становится более честным с самим собой, думаю, бля, че он от... фишки нет, то есть надо просто брать и делать. Я с ним об этом говорил, я с ним об этом говорил, потому что ты сейчас имеешь в виду, он мне ответил, что можно представить... Тихо-тихо, да, че? С вот этой девушкой представляешь, как ты с ней занимаешься сексом, это тоже как бы... Ну, у тебя это работает, а вот он едет в пробке, он понимает, что у него есть 30 секунд оценить ситуацию вообще взвесить, торопиться, не торопиться, там, и если он еще будет представлять, что занимается сексом, то я рекомендую застраховаться по каско, обязательно. Можно в жопу догнать какой-нибудь Бентли, и там уже ОСАГО не поможет. Когда ты проезжаешь в нее, да, ты понимаешь, что вдруг это все, вся твоя жизнь как бы сейчас там осталась сзади тебя, начинаешь там искать какие-то развороты впереди, там, реально... Ну, то есть есть какое-то сожаление, то есть у тебя нет такой, как бы, связки, да, что увидел и пошел, да? А ты что-то проходил, что-то пробовал, там, в поля, как говорят, ходишь, в леса, там, не знаю. В озера. Ну, вот смотри, здесь кто, ребят, здесь ходит вообще, знакомится с девками? Смотри, бля, сколько народу. Сконнектись с кем-то из них, пусть они, это, кто считает, что, в принципе, ну, увидел и подошел, вот эта проблема решена у вас. Ну, отлично, есть раз, два, сейчас не опускаю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, как минимум восемь... Вань, ты тоже поднимал, да, прости? Девять человек, как минимум, есть, которые сейчас реально могут тебе немножко помочь. То есть фишки нет, надо просто начать и, то есть взять, начать и делать. Преодолеть кучу своих внутренних самообманных штук, каких-то еще чего-то. В какой-то момент, то есть ты уже, ну, смотри, мозг сопротивляется, он ищет причины не подходить, не делать и так далее. В какой-то момент, когда ты все равно делаешь, ты вот заставляешь себя, или парни тебя подпинут, или еще там мозг, понимаешь, что все, бля, я сдаюсь, короче. Ну, я понимаю, что, ну, сколько, то есть там уже, знаешь, идет такая борьба тебя и твоих мозгов, то есть твоего ума. Ум, это на самом деле в данном случае тебе враг. Он говорит, я все равно тебя пережму, сука, ты будешь делать, как я, говорю. А ты говоришь, не, все хорош, мне надо другую жизнь, абсолютно другую. И в какой-то момент он сдается, он не так, ну, как бы, долго сдается, обычно это быстро происходит. То есть тебе надо взять, вот, решение для тебя, берешь контакты всех этих ребят. Одному звонишь там, он говорит, я не могу, звонишь другому, пошел с ним, не понравилось, сука, пришел, и он к телкам подходит и меня заставляет. Пойду поищу того, который будет со мной разговаривать о футболе и не подходить девкам. Позвонил следующий, сука, опять к телкам заставляет подходить. То есть вот тебе, ребята, они тебе помогут. Ну, то есть здесь только через практику, только через действие, только через прекращение этого самого обмана. Если есть какой-то товарищ, который уже немножко больше в теме, тебе это в данном случае реально поможет. Малан, подскажи, вот, на чего девки, вот, как бы, больше ведут себя, в моменте знакомства, вот, заинтересованность именно вот этого, мы выяснили проблему, очень важно. Вот сама заинтересованность, как ее заинтересовать лучше всего? Ты разрешаешь себе делать то, что не делают другие, если очень коротко и не вдаваться в много всяких штук. То есть ты делаешь то, что другие не делают, что другие себе морально, психологически, сознательно не разрешают. Заходишь за какие-то рамки, это самый верный способ, но, естественно, к нему бы еще прилепить. Макс, а можешь это, или Тим, к нему бы еще прилепить, там, ну, саморазвитие, постоянное стремление, там, к деньгам, к чему-то еще и так далее. С другой стороны, это такая тоже штука, и с ней не надо перебарщивать с этим саморазвитием, или вот про этот синдром я говорил, что, потому что, как, ну, говорит Оша, типа, там, все люди постоянно пытаются себя улучшать и не принимают себя, спасибо, такими, какие они есть, да. И это вот попытка себя улучшить, она может настолько, ну, стать твоей привычной рутиной, все равно не забывай себя любить, там, и так далее. По внутреннему состоянию, то есть есть такая зависимость от денег, то есть каждый день пришли мысли в голове, что, ну, там, получаешь полный, говоря, 30 тысяч в месяц, хочешь повысить свой доход как-то. Хочу, получаю, да, все почему-то говорят о каком-то абстрактном чуваке, хочешь. Хочу повысить свой доход. Ну. Вот, и такая мыска в голове, что, допустим, когда начну получать 70 тысяч в месяц, то... Вот тогда телки будут мои. Да, да, смогу знакомиться с теми девушками, с кем... Ну, это отмазка, абсурд. У меня куча видео на канале, есть там какой-то чел, там, он звонил, говорил, что у меня пока однушка, там, в Биберево в каком-то, да, там, они не трешка, но Тверской. Ну, это бы, это штука, которая никогда не кончится. Потом ты себе придумаешь, что оказывается 70, сука, мало. Мне надо соточку, тогда точно я буду знакомиться. То есть, дело не в этом, но... Все равно самообман был. Ну, конечно, самообман. Хорошо, а представь ситуацию, не дай бог, конечно, да, что вот совсем кризис, да, и ближайшие пять лет ты будешь зарабатывать 30. Ну, хоть через пять с половиной самолет, перевозящий миллиард долларов с мешками, с деньгами, взорвется как раз в то время, где ты будешь, и у него упадут мешки с деньгами, ты быстро сгрузишь машину и уедешь, это будет через пять с половиной лет. А пять лет предыдущих ты будешь зарабатывать тридцатку. То есть, что ты в это время не будешь с девками общаться? Ну, где логика? То есть, это, ну, смотри, это не значит, что надо говорить, у меня нет денег, я живу в общаге. Говорит, да похер, я лучше пойду каждый день в поля, это вот про этих челов там из Москвы. Надо параллельно и над этим, и над этим работать, но ни в коем случае не запрещать себе чего-то, потому что сейчас месяц тридцатка. Тридцатки хватит, чтобы, не знаю, ну, понимаешь, тут как ты себя чувствуешь? Ну, то есть, это, сейчас это для тебя причина не подходить, когда ты, я больше чем уверен, что когда ты заработаешь 70, будет какая-то другая причина. Блин, у меня, короче, не знаю, волосы не так растут, сука. То есть, совмещайте с женщиной и зарабатывайте. Естественно, то есть, это все, о чем я говорю, всю свою, вот эту последнюю, как бы, там, жизнь не паснут, какое-то время, да, что, потому что, если ты будешь, ну, только зарабатывать бабки, но не уделять время под женщинам и так далее, они тебя не спасут эти деньги, ты все равно не будешь себя чувствовать полноценно сейчас. Если ты будешь ходить в одной и той же рубашке весь год и будешь бегать в поля, собирать телефоны, как дурачок, да, там, вот, но потом не знать, что с этим делать, потому что ты звонишь девке, а она привыкла ходить в дорогие клубы, там, еще куда-то. И, то есть, не потому что она, типа, какая-то, там, гламурная сучка, которая хочет с тебя поиметь бабки и привыкла, что в нее вкладываться, потому что для нее нормально пойти пожрать, не знаю, там, на 2000 рублей в какое-нибудь чихание пообедать. А для тебя нет, зачем ей ради тебя спускаться куда-то ниже, да? Ты говоришь, погнали, крошку картошку, что ты свой чиханой, блин? Она говорит, чувак, давай это, ты сам туда сходишь, и я привыкла к чихание. Ну, а как-то затупать, когда у тебя, ну, плохое внутреннее состояние, что у тебя, допустим, не так много денег. То есть, все ждут какого-то момента, когда что-то случится, и будет охуенное внутреннее состояние, и много денег, и женщин не случится. То есть, у тебя плохое внутреннее состояние, ты говоришь, ну и что? Я понимаю, но надо двигаться вперед, надо действовать. Смотри, ты упал с этой яхты в море, да? Ты больше не можешь плыть, у тебя плохое и наружнее состояние, и внутреннее, и моральное, и физическое. Ты уже понимаешь, что еще два грибка, я сдохну. Но ты хочешь жить, поэтому ты понимаешь, что надо грести, и ты реально лишних пять минут гребешь, там, чувак какой-то на катере проплывает, тебя увидел, ты заорал, свисток свистнул. И эта музыка что-то... Там, ну как в Титанике, короче, и тебя спасли. В любом случае, постоянно что-то делать не остановилось. Ну, конечно, то есть, потому что, ну вы все ждете, вот, когда у меня будет, там, запикиваем этот момент, тогда я буду, не будет такого, ребят, тогда будет еще что-то. То есть, все люди, ну это не мной, сказано в любой там умной книге, написано, все люди ждут какого-то удачного момента, чтобы вот тогда-то я и брошу, сука, курить в понедельник, там, или с нового года. Почему, почему не бросить завтра, там, ну с нового года же все бросают. На Новый год нажрался, ушел в запой с друзьями, поехали, вот, сука, опять друзья виноваты, поехали на турбазу на две недели, блин, на сколько дней отдыхают люди обычно. На 11 дней, или сколько там сейчас у нас, страна не работает вообще. И ты ушел там в хронический запой, курил сигареты, там, еще что-то, там, и вышел, понял, что не смог бросить. Начни сейчас что-то делать, причем вот не только с девками, там, и с деньгами, вот, что тебе еще надо, себе пишешь, нужны тебе деньги, пишешь деньги, нужны тебе женщины, пишешь женщины, нужны шмотки, пишешь шмотки, выучите, ну, там, английский, там, прочитать книги, спортзал, бла-бла, то есть, потом начинаешь думать, как я могу вот эту штуку встроить в свое расписание, потому что если ты ходишь на работу, приходишь с работы, ужинаешь, ложишься спать, в пятницу набухиваешься с друзьями, там, в воскресенье понимаешь, что, блядь, суббота куда-то пролетела в этом же угаре, и то же самое, то, наверное, что-то не так. Здесь, там, деньги, здесь спорт, ты думаешь, как, то есть, ты пишешь, там, два раза в неделю, ты ставишь себе какие-то регулярные цели, вот, по этим штукам, и начинаешь их выполнять, маленькие выполнимые цели. Не надо говорить, что я, короче, через месяц должен 130 килограмм жим-лежа делать, хотя бы напиши себе, что я, сука, как штык, вторник и четверг должен быть, там, или в субботу, должен быть в спортзале, и, как бы, и вот, если я не сходил, я сам себе скажу, это плохо, надо идти. Ну, по управлению цели на неделю, на 200 килограмм жим-лежа. Затраты и моральных, материальных, финансовых, физических и так далее. И ты каждый раз все ставишь, то есть, ты приучаешь себя плюс к самодисциплине. У меня с этим вообще проблема, я все время с этого графика слетаю, потом понимаю, что это жопа, возвращаясь с него на какое-то время, скорее всего, я с него как-то опять слечу. Сейчас вот заболел, в зал не ходил, никуда не ходил там. Ну, опять сейчас я выздоровлю, да, и начну что-то делать заново. И начинаешь ежедневно, регулярно или еженедельно выполнять какие-то штуки. И начинаешь верить в себя, доверять себе, что, да, я молодец, то есть, я что запланировал, я делаю. То есть, в какое-то самомнение появляется, еще что-то. Ну, то есть, здесь должно быть много сфер, которые тебе важны. Здорово, мужик, на связи Шамшурин. Ты только что посмотрел какой-то кусочек питерского мастер-класса, семинара, который я проводил на прошлой неделе в славном городе Санкт-Петербург. И если тебе интересно вообще посмотреть полностью этот семинар, полностью этот мастер-класс, он длился где-то порядка 3 или там 2-40, то есть, порядка 3 часов. Очень много было интересных, актуальных вопросов. Возможно, эти вопросы будут как-то коррелировать с твоими, ты узнаешь сам себя. В общем, с учетом, полная версия этого видео, 2,5-часовая, только для ценителей и для тех, кому неинтересно смотреть просто подходы, а интересно смотреть суть. Она находится у меня на сайте все-твои.ру. Чтобы ее посмотреть, вы переходите по ссылке, которая находится под этим видео, нажимаете на нее и досматриваете это видео целиком. Очень интересно будет, приходите, не пожалеете. Увидимся, пока. Не забывайте нажать на ссылку под видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok